В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дружба» прошел спортивный праздник, посвященный памяти лейтенанта милиции Сергея Туржанского, погибшего при исполнении служебного долга. Мы всегда чтим память смелых, отважных героев, ушедших такими молодыми. Болью в сердце каждого бойца, кто прошел ужасы войны, отзываются воспоминания. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дружба» прошло спортивное мероприятие, посвященное памяти лейтенанта Сергея Туржанского. Еще Сухомлинский сказал, что сегодня дети, а завтра это народ. Поэтому мы уделяем большое внимание воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, в духе приверженности идеалам, которые традиционны для Российской Федерации. В частности, наш мытищенец Туржанский погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Это мероприятие проводится второй раз, и организаторы хотят проводить его чаще раза в год, чтобы праздник был приурочен ко Дню полиции, Дню разведчика и, конечно, к 9 мая. Ну а летом планируется организовывать выездной военно-спортивный лагерь. И следующее наше мероприятие, на которое мы вас приглашаем, состоится в городе в мае. А уж тайну этого мероприятия мы расскажем чуть попозже. Это будет общегородское мероприятие с подключением наших коллег, ветеранов и в том числе органов внутренних дел города Матичи, с кем мы поддерживаем постоянно хорошее отношение. Советы ветеранов Шаболовки 6, посвященные и Дню Победы, и бойцам правопорядка. После торжественного открытия состоялись показательные выступления воспитанников военно-спортивного клуба имени Александра Невского. А затем в борьбу вступили школьные команды. Всех участников горячо поддерживали болельщики. Сегодня мы все собрались тут, чтобы поучаствовать в этом большом мероприятии, в этом соревновании. И сегодня мы будем болеть за другие команды, болеть за свою команду и попытаемся тоже победить, ну или просто принять участие. Как говорят, главное не победа, а участие. Это большое мероприятие, в котором участвует наша школа. Здесь участвуют самые лучшие спортсмены нашей школы. Будут показательные выступления по рукопашинам, выступления, песни будут. В конце праздника все были награждены дипломами. Но самое главное, что на таких мероприятиях вспоминают о великих людях и чтится их память. Если мы сегодня их отличим от всех разрушительных тенденций, которые имеют место в нашем обществе, будем рассматривать и прививать им здоровый образ жизни, нравственные, моральные, культурные традиции и ценности, соответственно, мы уже, когда станем пенсионерами, видимо, то общество, которое мы создадим сегодня, будет более лучше, более светозарнее, более созидательнее. Виктория Федорович, Алексей Ильюшин, информационная программа «День».